...помиссию принеси, показать, вот нарушения были. Вот таким образом устранять конкурентов. То же самое листовки, которые порочащие того или иного кандидата к депутатам, было у нас по центральному району. Дальше были хулиганские действия, по мелкому хулиганству составили протоколы, когда наблюдателя ударили в Барбаровке, по-моему. Вот. То есть, ну, разные, разные такие были. То есть, следственно, оперативная группа по несколько штук была на район? Да. Потому что дело в том, что мы когда были на участке 123-м, нас выгнали с участка съемочной группой. Мы разрешили нам оставаться... А мы выбирали. Это шоколадный наказал. Мы по этой ситуации обрались. Подождите, подождите, подождите. Есть постановление об отказе о подпущении уголовного дела. Значит, там составлен акт комиссии о том, что не пускать никого. Кроме этого, как они все опрошены, они говорят, ни один не показал удостоверение. И вы тоже там были, да? Мы там были, мы тоже там были. Материалы собирали, из этих материалов делали мир. Не показал удостоверение журналистов, в смысле? Да, да. Они нас регистрировали, естественно, регистрировали по удостоверениям. Просто попала на свою оперативную группу. Когда мы же обратились к милиционерам, которые были там дежурные, и они нам говорят, ждите, мы не можем оформлять, или ждите следственно-оперативную группу. Мы сидели, ждали минут 20, я потом к ним подошла, спрашиваю, когда же она будет. Они мне объясняют, у них там или 20, или сколько-то участков следственно-оперативная группа одна. Минимум 40 минут ждать, а может и больше. Поэтому сидите, ждите. И, естественно, мы не ждали, потому что уже пол-одинократового вечера было. Давайте мы по этой ситуации, если у вас есть желание, давайте мы по этой ситуации отдельно поговорим и пообщаемся. Я подниму эти материалы, потом, что касается следственно-оперативной группы, тоже разберемся. Выезжала, не выезжала, насколько мне докладывалось, она выезжала, поэтому я с уверенностью говорю. Мы ее не дождались, я же говорю, нам сказали, минимум минут 40. Директор дал отбое, и мы уехали. Николай Тимович, а у вас укомплектована полностью городская милиция? Все без проблем? Нет, есть и там нет. Не хватает? Конечно. Какие отделы и... Вам подолженностьям рассказать? Не, ну, какое количество не хватает, как бы, город сможет... Есть некомплект в уголовном розыске. Вот. Есть некомплект. Ну, я не буду называть, потому что вспомогательные службы вам ни о чем не говорят. Я скажу, что БЭП у нас укомплектован. Служба БЭП. И другие основные службы укомплектованы, кроме уголовного розыска. И то мы сейчас комплектуемся. Ну, это такая... Это некомплект рабочий. То есть кто-то написал рапорт, ушел в другое подразделение, кто-то... Кого-то мы берем сюда. То есть как такого некомплекта особого нет. А БНО укомплектован полностью? БНО? Города? Да. А сколько по штату там человек? Немного. Там четыре человека. А вот как четыре человека могут держать ситуацию, Украина занимает первую? У них задача стоит организация. Дело в том, что в каждом районе есть подразделение БНО. У них задача стоит организация, координация и контроль. Но кроме этого они еще и сами занимаются документированием. В каждом районе придется тринфектор по борьбе с москоном-обородом наркотиков. Они как бы считаются аппаратом управления городом. То есть в функции их входит не только документирование преступлений, в том числе и документирование. В них функция контроль, координация, организация, изучение тех дел, которые имеются в райотделах. Вы, кстати, можете охарактеризовать их работу? Я понимаю, что СУР из избытого этого. Но вы довольны работой городского обдона? Я доволен. Я как начальник доволен работой городского подразделения БНО. Хотя есть нарекания и в их адресах. Все хорошо не может быть. Надо к этому стремиться. Если будет все хорошо, стремиться не к чему. Я уж не знаю, это не мой любимый вопрос, но тем не менее. А зарплата сколько у сотрудников, рядовых офицеров, обдона? Ну, в городе получают где-то 1800-1700. Где-то так, примерно. А повышать не собирается? Нет, нет, не собирается. Ну, это вопрос не ко мне. Это вопрос не ко мне. Я искажу из тех лимитов, которые... А через их руки проходят практически ежемесячно. По-моему, где-то доносят так плюс-минус сотни тысяч. Ну, по коммерческой цели. Ну, через руки через их не проходят. Ну, не через руки, а имеется в виду через... Не, ну, почему не через руки? Реально, мы же когда дергали вот эту всю коноплю, мы же мешки-то через руки, получается. Знаете, как говорил когда-то Василий Тимофеевич Ключник, генерал-лейтенант, уважаемый, бывший начальник КВД. Толомина, калоши, это еще не калоши. Калоши, это еще не деньги. Знаю Юрия Алексеевича, он к чему-то клонит. Не, ну, я клоню к тому, что... Такими и такими попольными путями это идет. Я клоню к тому, что... Я клоню к тому, что вот уже все, последний вопрос. Как-то поощрять можно офицеров, чтобы не они себе искали какие-то формы поощрения. Не дай бог. Не дай бог. Особенно обновлено. Я так чувствую, что мы скоро поменяемся местами. Не, ну я узнал их зарплату. Я честно, я узнал их зарплату. Я просто для коллег и для горожан, чтобы они знали. Конечно, обращается. Конечно, обращается. Если что-то хорошее сделано, нормальный факт задокументирован. Конечно. И правами начальника УВД, и правами начальника городского управления, иногда правами министра. Ну вот это я хотел услышать, если они нигде хоркульных. Первую мою каденцию, когда, помните же, наверное, когда задокументировали индусов, который поставлял сюда Димедрол, и мы взяли крупную партию Димедрола тогда, Хвостин награжден был тогда видзнакой МВС, не помню, как точно называется, но по линии на Камане, есть видзнака специальная. Ну вот это я хотел услышать. Незамеченных нет. У нас все замечены. И те, которые положительно оцениваются, и отрицательны. Я вот еще отрицательность не видел. Вы бы хоть показали хоть одного отрицательного нам. Вы только положительных меня ознакомите. Поверьте, я вам скажу, я вам скажу, столько подписывается приказ о наказании сотрудников. Иногда уже рука не поднимается. Иногда рука не поднимается. Потому что, ну, кажется так, что каждый думает, но начальник ему все равно. Подписал, подмахнул и все. Конечно, намного приятнее подписывать приказ о прощении, чем приказ о наказании. Сколько таких приказов? Много. Примерно. Я не готов сейчас сказать, но... Вам больше количества обряд, о чем подскажет. Еженедельно, еженедельно приказы подписываются. Вот. И наказание самое разное. Вплоть до увольнения. А уволенных много? Ну, вот за это вы хотите там. Ну, лично я уволить не могу. Я могу только ходатайствовать. Приводится служебная проверка. Я могу ходатайствовать перед начальником УВД области. Я могу уволить только рядовой состав. Касаемо офицерского состава, который занимает должность оперативников, частковых, следователей и так далее. То есть там начальник УВД. Я скажу, что вот буквально за каких-то полтора-два месяца вот мы сейчас готовим на двоих на увольнение. Перед этим одного подготовили, уже уволили. То есть это те нарушения, которые, ну, вы понимаете, ну, не может работник милиции допускать таких нарушений. Прощать просто нельзя. Это те нарушения, которые выявлены нами самим. А связанное с наркотиком за этот год увольняли? Нет. Одна линия, наркотик. Одна подка. Николай Тимфеевич, а оправдало ли себя от этого визита? Участились ли обращения граждан, там, вот, сигналы какие-то? Вот взаимосвязь какая-то образовалась все же вот у жильцов? Я вам скажу, я вам скажу, ну, это участковые посещали, посещали на дому. Обязаны были пройти всех жителей города Николаева, то есть каждый участковый на своем участке должен был пройти, зайти в каждую квартиру, в каждый дом, оставить свою визитку, в которой указаны координаты, где его найти, дни приема и так далее. Судя, ну, наверное, все-таки, наверное, все-таки есть положительные моменты и положительные результаты. Такие люди обращаются, и ко мне очень часто сейчас, я скажу, первая каденция моя была, и вот сейчас вторая каденция, больше людей обращаются, приходят на прием. обращаются с жалобами, с заявлениями, с жалобами на действия работников милиции, с заявлениями о преступлении. И я скажу, что это положительный момент. Почему? Потому что я расцениваю это, как люди больше доверяют. Если люди не идут на прием, значит, люди разумировались, ну, это мое убеждение такое, может, кто-то считает по-другому, но я считаю это именно так. Что если люди не идут, значит, людям, они понимают, что в прошлое, толку никакого не имеют. А сейчас люди идут. Последних два приема у меня было просто, у меня некуда было воды. Вот на Северном. Это личный прием, вот на проеме. Люди шли, шли выше присутствовали, да? Люди шли, 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 шли. И последний прием был на водопое, красная шапочка, там, это отделение водопоя, да. Я хочу сказать, что там 10 человек было, вот за два часа. Ну, каждого надо было выслушать. Одна бабушка попалась такая, что я, ну, я вам скажу, энергетический вампир, такая, что просто крышу срывала. У меня болела голова, я просто не был. А на что в основном жаловалась? Ну, вот на последний раз. Самые разные. Самые разные. И на действия. Одна пришла жаловаться на участкового, что он плохой, вторая приходит, говорит, по фейте такого-то участкового. Это ваша? Это ваша? Вот он мне помог, раскрыл там. А я говорю, надо разобраться. Анатолий Иванович Марчук сидит, говорит, начальник отдела спрашивает, так скажи, какой же это участковый, он нормальный или плохой? И на действия работников милиции жаловались. И приходили, я скажу, где-то 4 человека, наверное, 4, 3 или 4 человека, которым просто дана консультация. То есть гражданско-правовые отношения, там раздел имущества, куда обратиться, что написать. По некоторым, где даже гражданско-правовые отношения, надо обращаться в суд. Там же на месте поручал Марчуку, он поручал своим сотрудникам, принимали заявления, объяснения, чтобы как-то облегчить это, направить в суд. То есть, ну, самые разные. Николай Тимофеевич, пользуясь случаем, разрешите вас пригласить на... Вы меня уже приглашали вчера. Еще раз приглашали. Как я забыл, что я... На сессии, на сессии. А, да, 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 ну, это я официально, это официально. По поводу вашей рефрики, по поводу... Хочу еще тут... Ваши наркотики. А это, чтобы... К примеру, вот сейчас вот то, что мы работаем сейчас, это работу просто показать, чем работает сейчас милиция. Задержан у нас, я не буду называть фамилии, понятно, да, по понятным причинам. Один задержан у нас мошенник. На сегодняшний день уже 76 эпизодов по городу. Молодой мошенник? По центральному. Один молодой, раньше он уже задержан. По центральному, по Ленинскому 21, по Заводскому 19. Задержан у нас вор. А что он делал? Мошенник, что делал? Мошенник, житель Кривого Рога, который ездит по всей Украине, самые различные. Может позвонить, ходил, выискивал жертву, где-то смотрел, знакомился. Может позвонить и сказать, вашего сына задержала милиция, надо срочно сдать такую-то сумму. И что, верили? Да. Так это же не спрашивали, когда говорят, а как же вы поверили? Удостоверение нет, никто не спрашивает. Или брал деньги, к примеру, на ремонт автомобиля, деньги на покупку автомобиля. Кстати, сделок просто раз. То есть, вот такой вот, я вам говорю, 76 эпизодов уже на сегодняшний день есть. Задержан вот неделю назад, где-то вор автомобильный, который из автомобилей воровал. У нас, кстати, по городу распространены эти кражи. Уже 30 эпизодов.